Здорово, сиклы! Сегодня мы обозреваем самую дешевую водочку у нас. Что у нас сегодня у нас? А у нас вот, друзья, ну-ка, поздоровайте, давайте. Всем привет. Здравствуйте. Так, какая у нас тут водочка есть? Егер тут, так, давайте, шо мне говорю. Нужно у Егеря спросить, ты какую-нибудь из этих марок водочку пил? Эх, пил всем. Прям реально все. Даже вот это, финн айф. Да, даже эту пил? Финский лед, финский лед пил. Я только пил, получается, урожай, вроде бы, медведь. И то это было, урожай не так давно пил, а, может, несколько месяцев назад, а медведь давным-давно пил. Я, может быть, вообще ничего из этого не пробовал. Кстати, урожай, это моя любимая водка. Ну, от из нее будешь, наверное, скорее всего, топить сегодня. Да, у нас все водки здесь от 230 рублей, 0,0. В основном они все. Урожай 239, самая дорогая. Да, на 9 рублей дороже остальное. Так что говорить про ценовую политику данного ассортимента. Это самая дешевая водка, что существует в России. А вы знали, что данным роликом спонсором является наши друзья OneX? Ведь они профессионалы по просчитыванию исхода матча. Быстрая и качественная работа по вознаграждению. А в комментариях вы можете найти информацию, где можно поддержать любимую спортивную дисциплину. И при подписке по парамокоду RAY21 получить крутые бонусы. Подписка в комментариях. Так, Егин, ты у нас как самый опытный, самый прожженный. Московский бардачан. Что? Мы тебе во мне просыпаются все, извините. Что? Что, давай, что лучше пробовать? Всего начнем. Так, давай, ну... Black Star Burger. Давай кроме твоего любимого урожая, чтобы ты первым попробовал. Давай с краю начнем. Давай. И по порядку. 130 рублей. 230 рублей. За 0,5. Так, 230 рублей давай. Ровно. 0,0,0,0. По 2 грамм. Наливай, Кирилл. А, вот так вот, да? Ну, у него же рука болявая, ты забыл. А почему будем ценить? Как по каким? Мягкость. Крепость. Я подумал, ты не открыл. А что это у нее, крышка такая крутая? Да. Слушай, это точно не по 20 капель, наверное. Нормально. Чуть меньше половинки. Так, дегустаторы из нас, конечно, отличные. Дегустируем. А то у меня будто голова из бутылки растет. А чем, так, ты мне скажи, чем лучше запивать нельзя, да? Лучше закусывать. Ну, запивать, как бы сказать, вкус тогда ты не распробуй. Слушай, ты знаешь, что бульешь каждый раз. Вкус, ты сразу, забивается вкус. Надо ее выпивать и пробовать вкус. А можно рассолом запивать? Я еще раз повторю, хоть чем, ну, лучше закусывать. Сглатывают только телки. Дег, оливки, ну, огурец соленый. Я бы вот помидорчика прям кайфанул бы с помидорчиком. Ну, помидорчик. Давайте тогда определимся, выпиваем и не сразу закусываем. Ну, да. Сначала смотрим на нашу морщицу. И закуски у нас оленя домашние, оливки, сало и килька. Так, ну, давайте попробуем. Так, сперва запах. Слушай, водкой пахнет. Ну, а чем же еще пахнет? Ну, кстати, не сильно резко. Может, потому что мы сегодня уже пили. А может, дегустатор от бога? Да. Ну, давайте. Нам сначала надо было за кадром продегустировать. Мягко. Мне вообще не мягко вошло. Ну, вы знаете, водка в водке. Да, мне так горько зашло. Ну, пока сравнивать. Не, может, просто такое, знаешь, бывает даже с вкусной водкой плохой заход. Может быть. Вот мне плохо зашло. А бывает ли вкусная водка? Вся. Она вся вкусная. Ее пьют как аперитив. Вот, примерно, перец вкусный или невкусный? Сам по себе. Естественно, ты перед горошком, например, ты его не будешь просто так ложкой, как икру черную есть. Его надо с чем-то для аппетита и также водка идет. Ну, для аперитива сколько надо будет бахнуть? Ну, 50 грамм пошла там выделение плюны и так далее. У тебя плюна как вырабатывается? Я вообще лучше молчать буду. Мне там хуй в комментариях напихают, потому что я егеря перебиваю. Мы тут с тобой чисто вот для антуража сидим. Вообще, да. Егер, давай разбирайся. Разговаривай. А самое главное, хочется сказать спасибо или катиться. Катиться кошка. Что я говорю? Большое спасибо, кто поддержал и донатил. Если что, для следующих выпусков поддержка. Крайне важна для нас. Приезжайте еще в гости. Хорошо, природа. Ну, а ты их завершишь все. Поломать число будут к егерям. Петухов его кормить. Это не я записал, нас они уже давно записали. Слушай, пять бутылок все-таки довольно-таки многовато, нет? Ну, мы же их не полностью будем пить. Нет, помидорчик прям вообще. Это ты сам закатывал? Да, домашнее столение. Кайф. Так, ну, через какой интервал, ты мне скажи, водку нужно пить? Ну, кстати, мы-то уже часто пили водку, но нужно расспросить более опытного человека. Ну, интервал надо выпил, посмаковал, чтобы она торкнула чуть-чуть. Как подложечка за сало. Да, как грыться. Не вовремя выпитая вторая, испорченная первая. Это верно. Так же между первой и второй всегда еще одну надо наливать. Ну, че, мы еще дальше, нет? А, русская валюта. Русская валюта. Так урожай, если последним, конечно, нам понравится. А, сейчас я разолю. Чуть-чуть поменьше, мне что-то обожарим. Ну, я еле целый. Нет, зачем? Да, я шучу. Ты так, б***ь, крокодил, ты чего творишь-то? Мне далеко тянутся, они перед тобой лежат. Прости, ну, рука не служит так далеко от нас. А это потому, что ребенок нихера взялся? С взрослыми дядьками пить. Усы, думал, выросли, все можно. Кваску нальет. Конечно, рвет уже. Конечно. Сам сказал, не запивая. Не, ну, я потом... Я уже не чувствую водки. Давайте. Ну, че? Во! Это еще легче. Эээ, этот запах... Спирт сильнее чувствуется, как по мне. Слушайте, ребят, из меня такой дегустатор водки. У меня уже рвет. То же самое. Но у меня тут спирта больше в рот. Еди, вывози выпуск. Вы запивайте тогда. Салаги, смотри, не вывозят. Надо и заедать, и запивать. Неси плов, мангал. Че я не суп? С мангала плов неси. Там есть? Ну, ты че готовил? Че это такое было? Я пальцы жег. Тюй. А тебе на запах барани, да, чувствуется? Курдюк подгнивший немного. Ну, я вспотел, ты сказал, свинину. Где свинину жарить? Ну, ваши комментарии. Мне спирт почувствовался. Да. А она даже, по-моему... Чем дольше будем пить, тем она, это... Перед меньше будет чувствоваться. Да? Я, например, хрен его знаю. Насколько она... Я ничего не могу сказать. Мне она что-то... А, все, я понял причину. Она не 40 градусов. Да? А сколько она? 38. Она воду почему-то... Почувствовал. Ух ты, какой, а? Почувствовал, а? Она не 40 градусов, а 38 градусов, да. Ну, водка должна быть 40 градусов. Давай урожай попробуем. Давай. Урожай твоя... Почему она тебе нравится, мне расскажешь? Ну, во-первых... Вы извините нас за дилетантство, что мы в одни рюмки наливаем. У нас поскольку, поскольку, постольку. Как? Ну, ты куда? Так, почему мне нравится урожай? Ну, чуть не допей, да. Почему тебе нравится урожай? По вкусу нравится, крепость. Ценовая политика. А, ну, это тоже не из этих, как бы сказать. Короче, если брать более дорогую водку, платим за этикетку бренда. Понятное дело. Да, это очень. А так она... А по большому счету, допустим, и сколько по баллу водки, влияет цена? Да, влияет. Ну, как бы сказать, на вкус. Вот последствия лучше. Похмел? Ну, да. Ее можно выпить и... Вот я, например, почему перешел полностью на водку? Ни пива, ни коньяк, вообще ничего. Потому что я, например, от определенной марки знаю, что меня ждет. Вот я, например, знаю, что у меня... Насколько? Насколько вдаль знаешь, что тебя ждет? Ну, от выпитого я, например, знаю. Ты имеешь в виду, наутро ты знаешь, что тебя ждет? Или там через 30 лет цирроз печени у тебя? Нет, нет, нет. Нет, что именно как... 94 тромб левого. От перепития. Ну, вот я сейчас перебью. В наше время, ну, там, в 90-е... 50 лет назад. Это было такое слово «паленка». Бренд, он как-то чем дороже, тем он может паленее быть. Подделка, подделка. Смотришь фильм, например, «Детектив», там по отпечаткам пацан по волосу, где-то там находят убийцу, все. А тут вагон паленой водки стоит. Откуда? Хрен его знает. Давай проводим. Ну, по верхшим, поди там, посмотри. Вот государство такое у нас. То есть, под отпечатком убийцу можешь найти, а вагон паленой водки никто не знает, откуда он взялся. Да, ну че, давайте тогда испробуем твою любимую. Она ядрененькая. Единственное, она в холодильнике у меня не стояла. Там мягче была. Вообще, если она холодная была, она в больницу пошла. Да? Мягче бы. Предыдущая, это на 2 градуса меньше была, но я не уверен, что там 2 градуса. Побольше? Угу, 65 нет. Ну, тебе что? Мне, я не знаю, у меня почему-то они все начали спиртом отдавать. Может, я просто уже перепил сегодня. Водка в основе, это и есть. Разведенный спирт. Ну, если, допустим, вот что мы сейчас попробовали, какой бы мы выбрали. Урожай. Единственное, вот эта, как, вторая была тоже ничего, но она градус меньше. Ты что бы выбрал? Я погурцы съел бы все нах. Мне первая понравилась, финская. Я ни разу ничего не пробовал, я... Не подлизывать тебя, я бы тоже урожай выбрал, потому что, ну, я ее пил, да. Потому что, ну, ему подлизывать я не буду. Не, мне на вкус вот принять вот это вот финский айс. Мне он понравился. Ну, она тебе еле влезла. Куда? Тебя. В ротик твой. Ну что, медведь и майкопская? Давай. Майкоп это адыгея, да? Адыгея, Кавказ. Так, интересно, откуда она производится-то? Я был, да. Ты был в Майкопе? Да. Нифига себе. Кстати, она там дороже стоит, чем здесь. А ты ее пил, да? Да. Произведена в экологически чистом регионе России на основе ледниковой воды. Мне вот интересно, килокалорий, калория у водки везде одинаковая. Смотри, здесь. Да, в основном, если там, то на очень маленький процент. Ну, различные, да? Смотри, здесь 224. Ну, допустим, давай здесь. Ну, наверное, да, как раз она и... Если водка произведена не из лака, ну, там тоже есть. Ну, типа чай. Ты меня набухать и совратить хочешь, ты мне скажи? Пум! Каждый раз больше льет. Да ты, баба, как-то напьешь, и... Пишите меня. Ну-ка, давайте. Лось, блядь, такой крокодил. Кстати, она тоже не стояла в холодильнике. Ммм, водки пахнет. Это вторая, которая не стояла в холодильнике. Мы забыли положить. Вот эти две бутылки. Урожай и мейкоп. Ну, во-первых, нельзя... 230 рублей. Нельзя водку. Мы в холодильник положили, не в морозилку сразу упреждаем, потому что с морозилки, можно сказать, любая водка хорошо. Именно холодная, что-то она там пролетела, да и... А мы всю водку положили в холодильник, но какие-то забыли. Потому что егерь у нас, блядь, из леса. А Кирилл русского языка не понимает, а я толстым еменьем. Ашкири. О, да ну, нормальная водка. Нет, свертяга. Труба. Не-не-не. Ну да, согласен. Вот из всех вот это... Это прям мощная какая-то. Слушай, лучше закушу на... Майкопская. Майкопская, да. Кавказ. Там люди лютые, я слышал. А остальные там и что-то финская, она тоже не в Финляндии, походу, произведение? Они пить умеют, для них она мягче-мягче проходит. Конечно, кирпичи пьют, конечно, для них мягче-мягче. У них же там это... Как ее? 40-50-60 градусная, как ее зовут? Чача. А, на кафе. У них после чачи вот эта вот, она мягкая идет, поэтому... Ну, скажи же, что она жесткая. Ну, вот из всех, да, она... Ну, я думаю, если охладить ее, то она нормальная. Ну, что это, как бы сказать, вот это очень хорошее, это очень плохое. Нет, она не все, как бы сказать, на одном уровне. Пивамильное. Да, 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 да. Моя целевая аудитория на этом канале в мнении о водке не нуждается. Нет. У меня только тиктокеры подписаны просто. Им там, чтобы я в кадре поплясал, покривлялся. Ну, что? Каждая спусклик в поле, а грану... Ты не поймешь, слишком молод. Нет, а ты понял, да? О чем речь? Это еще тебе объяснять, что ли? Ну, объясните. Нет, комментариях ему объясните. Лучше в директ инстаграм. Они тоже, кстати, нихера многие, скорее всего, я не понял. Они прогуглят, мне все напишут. Давайте подытожим. В смысле подытожим? Медведь еще не пробовали. Ну, я и говорю, давайте подытожим именно в дегустации, именно в водке. Честно говоря, ни хуя не разберусь. Очень вкусно и интересно. Ну, ни хуя не разберусь. Не, ну, это меньше. Что-то тут это, какой-то не 40 градусов здесь. Лучше, да? Согласен? Чем предыдущего точно. Ну, не то, чтобы лучше, легче заходит. Лучше заходит. Тоже спиртягная, но та вообще была жесть. Ну, это не 40 градусов здесь. 40. Написано, что 40. Ну, напишешь. Хочешь, давай, давай, неси свою ху**ню. У нас сегодня есть реквизит. Так, я, конечно, слепой, будешь ты смотреть, кто-то из зрителей. Слушай, реально меньше 40. Да? Я, например, бух, его знает, как она вообще, вот эта штука работает. Тут смотри, что, измерение производить при температуре плюс 20 градусов спиртового раствора. Ага. То есть, у нас все равно здесь погрешность будет дикая. Вот оно мы и решили. Ладно, подытожим. Давайте, личный выбор каждого просто озвучим. Мне последний понравился. Медведь. Да? Мне понравилась Финляндия и урожай. Мне понравилась Финляндия, это первая синенькая. И медведь. Они мягче всего зашли. А мне урожай и медведь. Финская тебе не понравилась? Не знаю, почему. Ну, не понравилась, я просто помню, как я ее пил. Я не знаю, я не дегустатор. Значит, они у нас все разделились. Я не дегустатор. Мне не разделились, лучшие пока что нету. Но тебе урожай понравился? Да. И мне урожай понравился. А мне нет. Два против одного. Ну, нет, подожди. И у всех у них. Медведь кому понравился? Мне и егерю. Мне Финская. Мне тоже медведь понравился. Мне Финская. А, ему Финская, видишь, два против одного. И финская следующий поварит. Он мне понравился и егерю. В комментариях напишите, какую вы водку пьете. Ну, в общем, мы высказали, да? Каждую свою высказку решайте сами. Можете сами написать, что вы больше всего любите. Но перед этим нужно выпить. У него же всегда нужно выпить. Сказать спасибо большое, что посмотрели и попрощаться с вами. У нас есть ссылки в описании. На нашей Инстаграме. Донейшн. Аллёрс. Также у нас еще чуть ниже есть комментарии. Пишите, что нам, какую водку еще продегустировать. Что нам еще продегустировать. Передавайте огромнейший привет нашему бородатому другому. Передавайте другому нашему бородатому другу. И самому толстому бородатому другу. Ой, а хотя я бородатый нет. Ну, такой. Подбородковый. До скорой встречи. Спасибо, что нас посмотрели. Пока-пока.